Так, ребят, полносильный фазер я выбил, в общем, себе на микротест. Хочу просто проверить, как чувствуется вообще мощность на нем. Ну, у меня, как вы знаете, мотоцикл внутрияпонский на 94 лошадиные силы. Этот на 150, обычный, раздушенный. Вот, я, поскольку еще думаю, буду ли я раздушивать или нет, то мне интересно узнать, как обычный себя ведет, в общем. Как он реагирует на газ и так далее. Слушайте, ну разница, конечно, есть. Разница большая, надо сказать. Ну, у меня ограничитель на 180, здесь вот сейчас я без проблем совершенно разогнался. Сколько? 228. И он мог еще ехать. И, ну, конечно, на высоких оборотах. Ну, здесь нет такого прям подхвата какого-то. То есть, если мой мотоцикл умирает где-то, ну, 6-7-8 тысяч, все, дальше он сдается, прям, ну, прям потеря мощности ощущается. То есть, здесь нет потери мощности, он продолжает дальше набирать планомерно. Но особо подхвата прям какого-то мощного, безумного нету. Я, честно говоря, по первой своей поездке на FZ1, это было на полно сильном, я ездил тогда. Я как-то помнил, что там подхват помощнее. Получается, что здесь он, ну, я говорю, подхвата нет как такового. Вот. Но все равно он, как бы, набирает хорошо. Набирает хорошо, и разница большая по сравнению с задушенной версией. Полно сильный, кстати, ощутимо громче работает. В моем, просто, дополнительная трубка стоит во внутрияпонском глушителе. И ее прям видно снаружи, как бы, отверстие меньше из-за этого. Ну, газ выходит хуже, и тише мотоцикл. Ну, слушайте, ну, в общем, по итогу разница есть. Но, честно говоря, я теперь еще меньше хочу раздушивать мой мотоцикл. Потому что, блин, особо смысла нет в этом. Ну, в максимальной скорости прирост как бы есть, но он не нужен просто. То есть 180 этого хватает всегда и везде. Ну, кроме как, может, погонять там, да, весело, наверное, на более высокой скорости. Но уже и опасно, соответственно. Вот. Потом по ускорениям. Ну, здесь передачи все равно очень длинные. И такого, что, типа, тебе не хватает вот этих вот 100 лошадей. Ну, мне такого еще не... Ну, не помню такого, чтобы не хватало. Типа, реально, вот какая-то дорожная ситуация, что тебе не хватает. Всегда хватает их. Поэтому, в общем, не знаю. Странные у меня смешанные ощущения. Посмотрим. Ну, в этом сезоне, наверное, не буду раздушивать мотоцикл. Реально смысла нет. Всем привет еще раз. А я рассказывал, дуги какой компании стоят на моем мотоцикле. Crazy Iron. Это известный российский производитель защитных дуг, аксессуаров для станта и мотоэкипировки. Цены разумные, качество общепризнанно высокое. В каждой коробке инструкция и полный комплект крепежа. Все дуги сертифицированы. Гарантия неограниченная, не зависит от смены и количества владельцев. Сам я выбираю дуги Crazy Iron уже не в первый раз и могу уверенно посоветовать их вам. Ссылки на сайт Crazy Iron и группа ВК под видео.